Рубитель не рубить. Актуальный вопрос, особенно когда он касается сквера под окнами гуманитарного корпуса АГУ. После многочисленных высказываний общественников и архитекторов проведения очных пикетов, свою позицию обозначил и сам ВУЗ. Из официального ответа толку понятно. Рубить аргументы такие. Корпуса М и К построены по проектам 1960-70-х годов и сегодня уже не отвечают современным тенденциям в проектировании университетских зданий. Студентам не хватает современных просторных помещений для проведения исследований, художественного творчества, дискуссионных площадок. Большинство корпусов АГУ в настоящее время перегружены, особенно корпус С, что в частности вынуждает организовывать учебный процесс в две смены. По статистике университета число студентов-очников последние пять лет прирастает на 5% ежегодно. Сейчас в УЗИ учатся 9 тысяч студентов. Через два года, прогнозируют, будет уже больше десяти. То есть для университета судьба сквера решена. Некоторые краевые политики уверены, АГУ, как и все, кто хочет рубить в городе деревья, пользуются недоработкой законодателей. У нас, если помните, раньше город был очень считался зеленым. Сейчас эта ситуация меняется. Почему? Потому что нет системного подхода. Вот я считаю, что составляющая часть генплана должна быть посвящена как раз зеленым территориям. И это должна быть плановая серьезная работа. Я не берусь выступить экспертом, надо строить вот в этом месте или не надо. За системный подход и те, кто против застройки сквера. Среди них депутат АКЗС Владислав Вакаев. Он по совместительству руководитель фонда имущества Алтайского края, который занимается восстановлением изумрудного. Это часть города, центральная часть. Несмотря на то, в чьей бы собственности находилась, это на самом деле общегородская достопримечательность и имеет общегородское значение. Поэтому к любым попыткам строительства здесь нужно подходить ответственность с учетом мнения самих горожан. А горожане хотят видеть в Барнауле деревья. Так говорят соцопросы. Жители хотят видеть кусочек зелени в городе. И участвуют они в этом даже просто, простите, проезжая мимо, не гуляя там. Это политолог Константин Лукин озвучивал результаты опроса горожан о судьбе парка изумрудного. Озвучивал на круглом столе, где спорили о судьбе парка имени Ленина. Спорили почти сразу после того, как общественность спасла другой сквер на Сахарова. В последнем случае власти края пошли навстречу мнению горожан. Поэтому мы хотели бы с вами дело иметь. Но, к сожалению, на этом участке невозможно. Я бы вас, конечно, призывал как губернатор к тому, что здесь не получилось, не проходит здесь решение. Надо посмотреть другие варианты. Сказано в адрес компании Редисон, но как подходит ситуация с классическим университетом? Кстати, не все крупные политики согласились давать нам комментарий. Но некоторые признались, это высказывание губернатора они трактуют шире. Площадь Сахарова сакральна, и там нельзя трогать никакой сквер. Вот и университет в официальном ответе говорит, готов к конструктивному диалогу с общественностью. Хотя строчкой выше читаем, альтернативного участка для строительства нового корпуса сегодня нет. Андрей Дреер, Андрей Печоркин. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова